Здравствуйте, товарищи зрители! Вы знаете, что кишечник реально может противостоять старению и болезням. Более того, от кишечника зависит срок и качество жизни человека. И вы сейчас узнаете, каковы те самые главные продукты, необходимые для баланса кишечной микрофлоры, от которой и зависит и качество, и продолжительность жизни человека. Да, кишечник ждет от вас определенной еды для своего баланса и правильной работы кишечных бактерий. Тогда только и будет здоровье. Более того, это защита и от аутоиммунных болезней, и от других болезней, и от старения организма. Итак, как наладить баланс в кишечнике раз и навсегда? К 3 годам у ребенка уже формируется кишечная микрофлора. Иначе он начинает болеть, будет слабым, особенно опасны антибиотики, если их детям давали, тем более до 3 лет. Или давали матери при беременности и кормлении. Так как они передаются детям через кровь, то есть плаценту или молоко. Микрофлора начинает формироваться у детей уже во внутриутробном развитии. Баланс бактерий – это здоровье, а дисбаланс, то есть подавление одних другими – это болезни. От ожирения до неспецифического язвенного колита и прочих. Пересадка, извините, кала, а есть такая фекальная трансплантация называется, от здорового человека больным всегда приводила экспериментально к ликвидации проблем со здоровьем у больного человека. В эксперименте со стерильными мышами, которые не имели никаких кишечных бактерий и жили в стерильных условиях. Так вот, при пересадке им в кишечнике тех или иных бактерий с калом от других мышей показала стопроцентную зависимость болезней и наоборот. От подсадки кишечных бактерий от старых мышей молодые мыши быстро старели, от жирных – жирели и так далее и тому подобное. То есть данная зависимость – это истина. Факт. Запомним мы это навсегда. Вы спросите, что за баланс? Что это за группы бактерий? Первая группа бактерий – это так называемые фермикуты. Они ответственны в том числе за набор веса жировой ткани человеком. Эти бактерии синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты из растительной живой клетчатки. Они очень важны нам. Но если этих бактерий очень много, а это плохо, то есть они подавляют вторую группу, о которой я чуть далее скажу, то они тогда тормозят расщепление жиров и плодят жировую ткань. И человек толстеет, чтобы он не ел практически. Именно эти бактерии – причина ожирения тех, кто реально мало что ест, но не может снизить вес. Более того, они тормозят выработку гормона лептина, и человек ест как не в себя, постоянно хочет есть. Тут, конечно, причин может быть много. И паразиты, и прочее. Но эта причина бывает часто. А вторая группа бактерий называется бактероедеты. Они дают стимул клетками кишечника посылать иммунные сигналы, которые привлекают иммунные клетки нашего организма, и начинается вот эта реакция антигена-антитела. Как от попадания в кровь чужеродных белков, и начинается атака на клетки кишечника, начинаются аутоиммунные реакции. Так возникают, начинаются хронические системные воспаления, в первую очередь в кишечнике, и далее во всем организме. И возникают болезни от суставов до бронхиальной астмы, ревматоидный артрит и прочее. И ускоряется процесс старения, и повышается риск возникновения любой онкологии. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Ну и теперь, как же соблюсти баланс вот этих двух групп бактерий, как быть, стать здоровым? Точно, что есть в граммах, сказать невозможно. Тут алгоритм такой, надо менять питание, да, это однозначно, и записывать при изменении питания свои реакции и изменения. Но чтобы знать, какая пища, каких бактерий кормят в большей-меньшей степени, я вам сейчас это все поясню на простых примерах. Итак, для соблюдения баланса надо обеспечить корм бактериям. И этот корм, конечно, является клетчатка. Но клетчатка бывает разная, растворимая, нерастворимая, ферментируемая, неферментируемая. Недавно у меня вышло видео именно на эту тему, оно очень важное, посмотрите его потом. Кратко скажу, чтобы вы понимали, что здесь речь идет о таких видах клетчатки, как бета-глюканы, пектин, инулин и псиллиум. Обязательно потребляйте фукус утром, перед едой и вечером, но только в гелеобразной форме натив. И вы восстановите нормальную работу кишечной микрофлоры. Несколько видео о фукусе этом я вам оставлю под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень важна и полезна ферментированная пища, даже квашеная капуста. Самое простое и самое полезное, можно сказать. Моченые яблоки, пожалуйста, тем более, что в них еще много пектина. На этой пище будут хорошо размножаться бактерии фермикуты. Если у вас их мало, по теперь понятным признакам, а анализы, тесты точно сделать невозможно, то на этой пище, ферментированной, они будут хорошо размножаться. И вообще имейте в виду 4 вот эти группы клетчатки. При этом очень важно убрать из рациона питания все сладкое. Очень желательно для нормализации работы кишечной микрофлоры, особенно если кто-то проходил курс антибиотиков, там, сатостатиков, ввести, добавить в рацион хотя бы на месяц пропионовые симбиотические бактерии ИВИТА. И гель с арбент с хитозаном. Вот это совместное применение наладит баланс кишечной микрофлоры. Также ссылки на эти препараты я оставлю вам под видео. Обязательно принимайте витамин D3 плюс витамин К2 в липосомальной форме. Чем липосомальная форма отличается от прочих, посмотрите в соответствующих видео про витамин D3 и К2. Ссылки я оставлю вам. Но если вы хотите взрастить у себя бактера и детов, ну, скажем, если у вас избыточный вес, ожирение, излишняя жировая ткань, ешьте чечевицу, горох, фасоль. Ну, маш, нут тоже, но лучше всего чечевицу. А чечевицы? Мое видео обязательно посмотрите. Конечно, самое уникальное из всех чечевиц черное. Но если при употреблении бобовых у вас, скажем, газы, а это уже дисбактериозное состояние, то вот это повышенное газообразование при употреблении бобовых говорит о том, что у вас как раз мало бактероидетов, тогда первым делом уберите из рациона питание сладкое, тем самым постепенно вот эти брожения с газообразованиями вы устраните. Добавьте к чечевице той же, бобовым любым, чеснок или лук. Принимайте, ешьте их совместно. И начните, если уж совсем тяжелые состояния и плохие реакции, понемногу вводить их в рацион питания, постепенно увеличивая порции от минимума, ну, скажем, даже от столовой ложки. И, конечно, потребляйте обязательно утром и на ночь гель сорбент с хитозаном. Он поможет установить бактериальное равновесие в организме. Он взрастит симбиотическую кишечную микрофлору, и он еще мощный сорбент, он выводит токсичные вещества из организма. Более того, он убирает воспалительные процессы в кишечнике. И, конечно, бактерии и вита. Посмотрите непременно мои видео про квашеную капусту, про псиллиум, про клетчатку, вот последнее мое видео. И, конечно, очень важны физическая активность. Интервальное питание, низкокалорийное питание. Не допускайте инсулинорезистентности. И, конечно, пейте не просто чистую воду, но с определенными нужными нашим клеткам физико-химическими свойствами. Я вам очень советую посмотреть этих два последних видео про живую воду с уникальными свойствами. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал на нашем сайте nadgar.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания. БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.